Семья – это эмоции, люди, и у каждого из них своя история. Иногда с элементами физической и психической расправы, рассказывают женщины на организованной встрече в Чедерлунге. Исследую сегодня ее жизнь, я спрашиваю, как же ты к этому? И она сегодня рассказывает, что в 12 лет вот это случилось, почему она сегодня живет вот таким образом, и она имеет то, что имеет. Я говорю, что ты тогда никому не обратилась, ты к кому-то пришла? Нет, меня приютила соседка, я так и жила, по соседям слонялась девочка. Сегодня ей 26 лет, она имеет уже своего ребенка. Центр «Артикальсиум», который инициировал обсуждение темы домашнего насилия в рамках специального проекта, в ближайшие дни представит зрителю спектакль «Дом М». Театрализованное действие «Исповедь» расскажет о реальных историях семейного насилия. Насилие в семье – это не проблема одной женщины. Насилие в семье – это проблема нас всех окружающих, кто безмолвно молчит, кто просто отходит в сторону, кто говорит, меня это не касается. А ведь это касается нас всех – и женщин, и детей, и мужчин. Потому что мы живем все в одном мире. Трудно сказать, сколько реальных случаев расправы в конкретном городе и селе. Прокурор Чедерлунги говорит, что элементы домашнего насилия встречаются часто, но они умалчиваются. Не принято у нас выносить ссор из избы. Хотя я считаю, что как только что-то произошло в целях профилактики, в целях искоренения этого феномена, то есть та жертва насилия в семье не должна бояться, а должна сразу обращаться в правоохранительные органы. Семья, где родители не стали жертвами физической или психологической расправы и не подвергают этому своих детей, практически программируют их жизнь. Поэтому элементы насилия – это не метод воздействия. Их надо искоренять, говорит ученица лицея. Только метод пряника, кнута я не помню. Это, честно говоря. И я им за это благодарна, потому что у меня уже сложилась какая-то моя психика. Я уже понимаю, что это не выход. Если ребенку достаточно ясно донести, он все поймет и без ремня, и без рукоприкладства. Чтобы противостоять насилию в семье и содействовать правовой защите людей совместно с экспертами, артистами, подключатся и педагоги. 3 ноября в поддержку проекта придут на просмотр спектакля и учащиеся молодежь и их родители. Мы очень заинтересовались вот этим спектаклем, на который мы обязательно пригласим родительскую ассоциацию, альтернативу, которая у нас работает, родительские комитеты, которые потом поделятся впечатлениями. Чтобы рассказать, показать и помочь каждому, кто подвержен расправам в семье, спектакль «Дом-М» будет сопровождаться интерактивной дискуссией с общественностью. Одно дело ты сухо говоришь цифрами, ты рассказываешь, ты доказываешь, другое дело прийти с реальной историей и со сцены это рассказать. Это совершенно другой эффект. При постановке спектакля «Дом-М» финансовую поддержку оказала миссия ОБСЕ в Молдове. Приходит.